Я рада приветствовать всех телезрителей. Сегодня в нашей программе мы будем говорить о красоте и здоровье. У нас в студии всемирно известный доктор Альберто Лажо Ривьера, который был награжден золотой медалью как выдающийся пластический хирург. Сразу хочу вас поздравить с заслуженной наградой. Здравствуйте. Благодарю за приглашение на столь престижную телевизионную программу. Для всех, кто у экрана телевизора, я расскажу вам больше информации о нашем докторе. Доктор Альберто Лажо Ривьера, специалист по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. Награжден дипломами в области охраны здоровья и инвалидов. В медицинском страховании доктор медицинских наук кафедры судебной медицины. Специалист по токсикологии Университета Комплутенце в Мадриде. Доктор юридической медицины, токсикологии, этики и медицинского права. Дипломированный специалист в семейной медицине и психологическом консультировании из Папского университета Саламанки. А также специалист по реконструктивной хирургии лица и тела. Сегодня в пластической и эстетической хирургии на пике популярны во всем мире. Какие операции вы делаете чаще всего? Наиболее популярные хирургии лица, пластика носа и губ, потому что это эстетика улыбки. Также в следующем по популярности идут корректировка формы ушей, улучшение овала лица и операция на веках, так называемая эстетика взгляда. Если же речь идет об операции на теле, то наиболее популярными являются операции получения контуров тела и коррекция груди. Сейчас во время расцвета культа внешности женщины готовы на многое, чтобы сохранить красоту и молодость. С чем чаще всего обращаются? Что вы можете предложить? Еще с незапамятных времен красота была чрезвычайно важна в человеческой культуре. Она поддерживает основные человеческие инстинкты к выживанию и продолжению рода. Человеческий мозг ориентирован на красоту, как на основное благо, и этим благом есть красота. Это благо необходимо для жизни. Пластическая хирургия, техника и знания анатомии позволяют откорректировать определенные, обделенные красотой части тела. Хирургия лица и тела, главное своей целью, считает гармонией пропорции. Можете назвать возраст женщин, которые приходят к вам чаще всего. И с какими просьбами? Есть ли возрастные ограничения? В возрастной группе от 20 до 40 наиболее популярной является хирургия лица, носа. И груди. Начиная с 40 лет, клиенты все чаще интересуются хирургией лица и тела с целью омоложения. На сегодняшний день, благодаря технологическому прогрессу, возраст не помеха для хирургических вмешательств. У меня был такой в практике. У меня одной из пациентов 95 лет. И сейчас, сделав операцию, она счастлива. Ее жизнь изменилась. Она собирается вступить в брак. Собирается жить счастливо. Она восстановила свою жизнь и нашла новое в себе. В браке. Что касается ограничений, их особых нет. Главное, что она меняет жизнь к лучшему. А как насчет пациентов-мужчин? За последнее время их количество увеличилось. Почему Ваша работа так востребована у мужской половины человечества? На сегодняшний день, среди пациентов-мужчин, приблизительно 50%. Чаще всего их интересует пластика носа. Операции по уменьшению веса. Они хотят, чтобы их тело было в идеальном состоянии. И в этом желании также заложена тяга к здоровому образу жизни. И способность к продолжению рода. Поэтому они обращаются к хирургам, чтобы быть здоровыми. Поэтому это есть наиболее частое обращение к врачам. А Ваши клиники и в Испании, и в Мадриде, а также в Париже. И все они на гребне волны передовых технологий и методик. Как Вы все успеваете? Как можно связаться с Вами и записаться к Вам? На сегодняшний день расстояния не существует. Развитие транспортных и коммуникационных технологий позволяет человеку за несколько минут в один и тот же день переехать в разные города. Частные авиации, регулярные авиационные рейсы, поезда, развивающие скорость до 4000 км в час. Чуть ли не каждый час дают нам возможность полного контроля за соблюдением порядка. Поэтому всегда можно связаться с интересующим Вас врачом, не обращая внимания на дистанцию. Чем Ваши клиники отключаются от других? Почему благодарные пациенты открывают Ваши двери снова и снова и приводят своих близких и знакомых? Более полувека профессиональной активности, 20 тысяч пациентов, менее 2% осложнений. Это очень низкий уровень. Все это способствует увеличению спроса на наши услуги. Мы уделяем внимание нашим пациентам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Находим индивидуальный подход к каждому пациенту. Помогаем воплотить мечту наших пациентов в реальность. В том числе помогаем пациентам, которым чрезвычайно необходима операция, но на нее не хватает денежных средств. Такие операции проходят при поддержке фонда Альберто Лахо. В заключении нашего интервью несколько советов и пожеланий нашим телезрителям. Главным есть определенный период размышления. Необходимо какое-то время подумать перед тем, как принять решение, поменять что-то в своем теле. Как только вы осознаете потребность в улучшении, когда найдете лучших специалистов, тогда вы сможете наслаждаться результатом продолжительное время. Количество жизни временно и чрезвычайно важно для человека. Таким образом, самое важное – проживать свою жизнь на полной. И мы всегда открыты каждому человеку, который хочет обратиться за нашими услугами. Вы можете обратиться напрямую в наши клиники или зайти на наш веб-сайт www.albertalaja.com Я благодарю вас за увлекательную беседу. Спасибо, что уделили нам время. Желаю вам дальнейших успехов. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.